Беспилотные КамАЗы начнут курсировать между заводами компании уже к концу этого года. Появится и специальная диспетчерская для управления такими машинами. Это один из этапов на пути к производству автомобиля будущего, грузовика-робота. В тот день, когда автогигант включился в гонку беспилотных технологий, без ответов оставалось огромное количество вопросов. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Что-то уже сделано, что-то еще только предстоит. Для этого уже сейчас в рамках проекта объединились умы научно-технического центра КамАЗа и Казанского университета. На неделе нашей съемочной группе представилась уникальная возможность разузнать, на чем прямо сейчас трудятся создатели транспорта близкого будущего. До середины 2018 года будет полностью реализован проект по организации автономных перевозок между прессово-ранным и автомобильным заводами. Сейчас идут компоновочные работы над автомобилем, разработка узлов, агрегатов, алгоритмов управления. Автомобиль будет иметь несколько режимов управления. Автономный режим, когда диспетчер задал ему маршрут, и автомобиль четко по маршруту идет. Второй режим управления, когда... Это стратегический режим управления. Тактический режим управления, когда в случае какого-либо препятствия достаточно ткнуть оператора в экран мышкой и задать точку на маршруте, и автомобиль поедет в эту заданную точку. Еще один дистанционный режим позволит оператору при необходимости принять управление на себя. Ну и на первых порах, конечно, будет сохранен ручной режим управления. На пилотном межзаводском маршруте будут тестироваться два автомобиля. На них отработают погрузочно-разгрузочные операции, движение в корпусе, движение на дорогах общего пользования, функции распознавания дорожных знаков, взаимодействие автономного грузовика с другими автомобилями и людьми на дорогах. Этот манекен мы планируем использовать для испытаний системы предупреждения о наличии пешеходов на дороге. Так, поэтапно автомобиль будет умнеть. Сначала научится помогать водителю на уровне предупреждения. Это конец 2017-го. В следующем году будет оснащен автономной системой торможения. В 2019-2020 сможет самостоятельно поддерживать полосу движения и рулить. Вторым этапом после отработки функции беспилотника на внутризаводских перевозках станет перенос этих технологий на тяжелые самосвалы для горнодобывающей отрасли. Там тяжелые условия эксплуатации, как правило, на этих работах. То есть там задымленность, загазованность внизу коридера, то есть дышать водителям тяжело. Холодно, часто бывают очень-очень большие, очень низкие температуры. Поэтому нехватка персонала у горнодобывающих компаний уже на сегодняшний день присутствует. Поэтому и там есть потребность в роботизации. Потенциальные заказчики на такую технику уже есть. Но и она всего лишь переходный этап КАМАЗу будущего. Пока он оживает только на экране монитора. Макет появится в следующем году. Сейчас ведутся компоновочные работы по магистральному тягачу-беспилотнику для междугородних дорог. В ближайшие месяцы начнется его детальное проектирование. Это автомобиль, так называемый КАМАЗ-2020, в котором мы планируем реализовать очень много инноваций. Практически в каждой системе автомобиля изменится. Причем изменится она в сравнении даже с самым новым автомобилем. То есть у нас планируется в 2018-2019 году выход нового поколения автомобилей. Этот автомобиль будет на шаг дальше. Выход на рынки такого чуда запланирован на 2022-2024 годы. В целом всю работу над пошаговым наращиванием уровня интеллектуальности автомобиля можно сравнить с переходом от стандарта Евро-0 к Евро-5. А здесь от автомобиля помощника до автомобиля без водителя и, соответственно, без кабины. КАМАЗ первый из автопроизводителей в России, кто организовал специальную команду для разработок в области робототехники. И сейчас приглашает пополнить ее ряды программистов, специалистов по математическому моделированию, вместе с которыми планирует найти уникальные технические решения. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.